Всех приветствую на канале Animal History. Когда девушка заглянула под машину, она в ужасе увидела, что там прячется сильно истощенный и напуганный щенок Питбуля. Потребовалось немного терпения и несколько попыток выманить его оттуда с помощью кусочков еды, прежде чем мы наконец вытащили его. Рассказывает Бриттани, она была такая худая, что все косточки можно было пересчитать. Также она была испачкана в пятнах моторного масла. Но это было еще не все. Вокруг шеи щенка был туго обмотан кусок желтого пластика, словно от магазинного пакета. Так и осталось неизвестным, намотал ли кто-то пластик специально на щенка, чтобы помучить или щенок сам запутался в нем, когда возможно рылся в мусоре. Бриттани и ее парень удалили пластик, а потом отнесли щенка к себе и начали отмывать его от моторного масла. Потом Бриттани передала щенка в руки другой девушки волонтера по имени Мартин, и та повезла его в ветклинику. Там выяснилось, что щенку около четырех месяцев, но он очень мал для такого возраста и у него сильный недостаток веса. Помимо этого у него были глисты. К счастью, с недовесом и глистами можно было бороться, а других проблем со здоровьем у щенка не было. Он имел отличный аппетит. Вначале она была очень робкой, кажется с ней очень плохо обращались. Но потом она стала более открытой. Уже спустя неделю она считала людей источником вкусной пищи и игр, рассказывает Мартин. После переезда в дом Мартин щенок получил кличку ити-битти-питти, крошка-питти, и начал повсюду следовать за Мартин как за своей мамой. Сейчас щенок набирает вес и все указывает на то, что он вырастет красивой и здоровой собакой. Питбули умеют прощать людям жестокость. Это собаки с удивительной личностью и они как правило очень быстро реабилитируются. Намного быстрее, чем другие породы. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.